В сегодняшний урок я хочу начать с цитаты Рене Дирако. Это великий математик французский, философ, физик. Мало имеет хороший ум, главное хорошо его применить. Как вы думаете, как эту цитату можно использовать на сегодняшнем уроке? Ваня? По новой теме или нет? Хорошо, еще варианты. Как этот цитата относится к нашему уроку? Мало иметь хорошую ум, главное хорошо его применить. Ну что? Миша, Аня? Да, знания надо практиковать. То, что нужно не только знать, но и уметь применять свои знания. Умничка, молодцы. Ребят, мы сегодня с вами отправимся в сказочное путешествие. Сказочное путешествие с героями сказки Морозка. В этом путешествии в сказках бывает страшно, в сказках бывает трудно, но очень интересно. И всегда в сказках готов? Что? Да, 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 да. Молодцы. Но главное путешествие это нужно все вместе, дружно и весело. Но прежде чем отправиться в наше путешествие, нужно хорошо подготовиться. Ведь неизвестно какие испытания нас ждут в пути. Чем записать тему нашего урока, предлагаю вам найти значение данных урочений. Итак, ищем вкусно, говорим и ответы. Четыре отдельно на целых пять десяток. Ответ? Восемь. Итак, восемь. Хорошо. Три восемнадцатых. Одна. Ваня. Одна вторая. Аня. Одна шестая. Итак, одна шестая. Хорошо. Семь делить на четырнадцать. Думаем. Думаем, думаю вниз. Думаем. Одна вторая. Ну, варианты. семь разделить на четырнадцать. Ноль целых пятьдесят. ноль целых пятьдесят. Одabeth. Пятьдесят. Пятьдесят. Пятьдесят, не двинестать. Пятьдесят. 5. Итак, 9 целых пятьдесят один четв千-ность. Д alm NU 10 в девять. Ноль целых семья десяток. 0,5 Аксея, повторю 1,6 1,6 делим на 0,3 8 Итак, следующее задание Итак, вам нужно скрупировать отношения по определенному признаку и составить соответствующее реальство По какому признаку будет формироваться? Еще вариант есть? По результатам Итак, первое Первое равенство 8 Итак, 4 делим на 0,5 Это то же самое, что и 1,6 1,6 Разделим на 0,2 3,8 И последнее 3,8 7 относится к 4,4 Так же как 4,5 Абсолютно верно И последнее 7 относится к 4,5 Итак, давайте вспомним Как называются отношения, значения которых равны? Пропорции Пропорции Абсолютно верно Итак, тетрадочки открываем Записываем Число 5 марта 7 урока Пропорции В ответ В ответ Объяснили В ответ Объяснили Что еще? Члены Пропорции Какие бывают Пропорции Молодцы Еще Свойства Пропорции Виды Пропорции Хорошо И? И где мы можем переменеть Пропорции И так верно Какой мы можем поставить цель нашего сегодняшнего урока Мы с вами изучили уже эту тему Что мы сегодня с вами будем делать? Присоединяем Закреплять Знания Абсолютно верно Закреплять знания о рапорции И так А сегодня нам понадобится знания об отношениях к рапорциях и среднечленных рапорциях И так Предлагаю вам Начать с тропического диктанта Перед вами появится 6 утверждений Вы ставите в тетрадочке цифру 1 Читаете утверждения Если вы не согласны Если вы согласны с этим утверждением Вы рядышком Чертите небольшой отрезок Если вы с утверждением не согласны Тогда галочку Ясно ставили цитуал Не читаете утверждения Вы с ним согласились Пароном начертил небольшой отрезок Если вы не согласны То галочку Всем видно? Итак Первое частное утверждение Назвают отношения Если вы с этим согласны То галочку Отрезок Если вы не согласны То молчим Так Быстренько читаю Сразу ставим Или отрезок Или галочку Так Хорошо Давайте проверять Какой биологический ключ у вас получится? Итак, первый вопрос. Ответ положительный. Второй, третий, нет. Четвертый, пятый, да. И шестой, нет. И проверяем, мы сами себя оцениваем. Как вы с этим заданием ставите? Если у вас точно такой же график, как на доске, то оценка 5 вы себе ставите. Если у вас один неприарный ответ, тогда 4. Два неприарных ответа, оценка 3. И три и более неприарных ответа, оценка 2. Оценивайте себя. Итак, отлично, Анна. Теоретически. Режит такая таблица. Вы работаете в парах. У всех есть табличка, Максим? Нет. Работаем в парах. Вам даны пропорции. Вам нужно определить, какие члены проходит передаются крайними, какие средними. Также найти произведение крайних и средних членов пропорций. Работаем вместе. Сейчас какие деревья, а для этих кто что приписать? На, ну, писай. Давай тогда. Давай на среднем. Пишем в парах. Так, прямо на табличке. Можно? Можно. Таблички? Таблички прямо пишем. Табличку заполняем. Таблички. Все пишем. Таблички. Таблички. Все пишем. Таблички. Итак, записываем. Гарничные литропорции, средние. Что? Нет. Пишем. Песы записали. Перечислить. Так, тем, девочки, пишем. Табличка. Да, здесь. Давайте. Кто-то еще в крайних и средних, кто-то в средних. Продолжение следует... 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 Не бойся. Чего надо? Иван? Итак, Адалаба-Яга Ивану такое задание, с которым он век не справился. Поэтому наша задача ему помочь и разбудить Настю. Адалаба-Яга ему следующее задание. Вы на листочках, которые я вам рассказала. Записываем самим имя. И ваш вариант первый, второй. И помогаем Ивану освободить и разбудить Настю. Силы Иванушки много. А у мамы очень. Итак, первое задание. Это нужно найти неизвестный член какой цифр. Вышим задачу. Так, вот конченые листочки прописали. И с последним фактом передаем на первый. Мишке передаем, мальчике. Максим. Олено. Что у вас есть? Будьте у нас. Так, считаю за трех. Один. Два. После 2 какая цель пройдет? 2, 4, 3 Все, Валя, сдаем Последний парк передаем на первый листочек Леша, сдаем Молодцы, вам удалось с вашей помощи разбудить Настя Иван разбудил Настя Иван победил Бабу-Любур и Разбойников А все это с вашей помощью И потому что в сказке всегда добро побеждает зло Ну а мы заканчиваем наше с вами путешествие И пора вести итоги Итак, давайте вспомним, какие цели и задачи мы с вами вставили в начале урока Что нам нужно сделать? Двойство Где мы можем применить пропорции? Все ли нам с вами удалось сделать? Вы молодцы! У вас перед вами лежит табличка Как вы сегодня поработали на уроке? На обратном стороне запишите фамилию, имя Подчеркните или отменьте галочкой Так, кто с этим скразился, дальше записываем домашние закона Так что у нас с вами следующий вопрос тоже математика Поэтому мы сейчас в коридору отдаем Субтитры сделал DimaTorzok